ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Москве хотят жестко бороться с автомобилистами и мотоциклистами, которые нарушают тишину по ночам. Речь идет о транспортных средствах с доработанной выхлопной системой, а также о любителях крутого автозвука. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, штраф для таких нарушителей надо увеличить в 10 раз до 5000 рублей. Плюс размер взыскания, возможно, будет зависеть от мощности двигателя. Кроме того, гаишники будут эвакуировать слишком шумные авто и байки на штрафстоянку. ТРАССА СТО ОДИН Скрываться от долгов становится тяжелее. По всей стране начали практиковаться совместные рейды сотрудников ГИБДД и службы судебных приставов. Выявлять неплательщиков в автомобильном потоке им помогает специальная камера, которая подключена к базам госавтоинспекции, Федеральной службы судебных приставов и налоговой службы. При выявлении должника стража дорожного порядка его тормозят, а приставы предлагают уладить дела с непогашенными платежами. На автозлостных неплательщиков накладывается арест. Цены на автозапчасти в этом году в России выросли на 10-20%. Спрос на них тоже увеличился, по мнению специалистов. Это связано с тем, что многие отказались от покупки нового авто из-за его дороговизны и стали ремонтировать имеющееся средство передвижения. Более популярными, кстати, стали аксессуары, которые не считаются обязательными и покупаются в качестве подарка родной ласточке. Это молдинги, накладки и прочие декоративные элементы. ТРАССА 101 С наступлением сентября изменятся правила размещения на дорогах знака фото-видеофиксации. Сейчас он должен находиться перед каждой камерой. Поправки же позволяют устанавливать табличку только один раз на въезде в населенный пункт. На трассе знак фотофиксации должен размещаться как предупреждающий, то есть за 150-300 метров. ТРАССА 101 Большинство российских автомобилистов хотели бы обладать машиной марки Тойота. Это выяснилось в ходе социологического исследования. Самые желанные модели японского бренда – Land Cruiser, Land Cruiser Prada и RAV4. Их минимальная стоимость сейчас, соответственно, почти 5 миллионов 600 тысяч рублей. Три с небольшим и два с небольшим миллиона рублей. Также в пятерке наиболее привлекательных марок оказались немцы – BMW, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова